ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Войск Ярослав Мика уже неофициально сообщил о наличии у него приказа готовиться к вторжению на Украину. Я напомню, что еще на прошлой неделе глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что согласно разведданным, Варшава сейчас прорабатывает планы по захвату исторических польских земель. Для чего под предблогом защиты этих территорий от российской агрессии туда будут введены польские военные. Начало этого процесса мы сейчас очевидно и наблюдаем. Как Запад готовится поделить Украину, расскажет Федор Шейн. Парадные расчеты в центре Варшавы. Президент Анджей Дуда на трибуне. На неделе в Польше отмечали День Диаспоры. Праздник в честь сограждан, живущих за рубежом. Но, судя по всему, этих сограждан скоро станет меньше, ведь рубежи значительно отодвинутся. Прямо во время праздника, перед десятками телекамер, Анджей Дуда объявил, что Польша и Украина вскоре станут фактически единым государством. Не бенди мяла границы. Между нашими странами, Польшей и Украиной не будет больше границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу. Своей спульной стойсти и своем спульном силе. Подобные заявления сейчас звучат особенно серьезно. На польских полигонах именно в этот момент проходят военные учения «Защитник Европы». В них участвуют около 7 тысяч военнослужащих из Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Швеции и Дании. Параллельно на территории соседних Чехии, Литвы и Латвии проходят учения «Свифт Респонс». Общая численность сил стран НАТО и стран-партнеров в регионе достигает 17 тысяч человек при поддержке большого количества техники. По заявлению организаторов, это оборонные учения, которые не направлены ни против одной страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе. Но еще в середине марта польский вице-премьер Ярослав Качинский выступил с предложением дать всем этим войскам миротворческий мандат и ввести на Украину. Тогда руководство Альянса не оценило идею. Это означало бы вступление сил НАТО в прямое вооруженное столкновение с силами нашей спецоперации. Но Варшава стоит на своем. На днях был обнародован приказ командующего вооруженными силой Польши Ярослава Мики о приведении в полную боевую готовность десантных частей, которые должны будут первыми войти на западную Украину. В целях охраны объектов критической структуры во Львовской и Волынской областях Украины от российской агрессии, главному командованию родов вооруженных сил привести к состоянию полной боевой готовности 6-й воздушно-десантный батальон, 16-й воздушно-десантный батальон и 18-й десантный батальон 6-й воздушно-десантной бригады. Сразу после публикации этого приказа на улицах Варшавы появились баннеры с фотографией Ярослава Мики и его цитатой. Время вспомнить историю. Львовская и Волынская области на протяжении нескольких веков входили в состав Речи Посполитой. И поляки историю вспомнили. По данным опроса, почти 60% жителей Польши поддерживают введение войск на территорию Украины. Это реальная претензия на то, чтобы зайти действительно в Украину под видом миротворцев и установить, отобрать то, что Польша считает своим. Три области Галичины и две области Волыни. Волынскую и Ровенскую. О том, что Варшава при поддержке Вашингтона готовит операцию по возвращению исторических территорий, еще на прошлой неделе предупреждала служба внешней разведки России. В сообщении СВР подчеркивается, информация о планах Польши – это не предположение, а подтвержденная разведывательная информация, полученная из нескольких надежных источников. По поступающим в службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над своими историческими владениями на Украине. Первым этапом воссоединения должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их защиты от российской агрессии. А раздел Украины между соседями – идея далеко не новая. Еще в 2015 году на польском общественном телевидении обсуждали, как территория Украины могла бы быть поделена соседними государствами. А еще раньше, в 2008 году, Польша начала выдавать так называемые «карты поляка». На Украине этим документом уже обзавелось около 150 тысяч человек. Их Варшава официально считает своими этническими поляками. Еще дальше зашла Венгрия. В 2018 году страна начала массово выдавать венгерские паспорта жителям Закарпатья. Документ сразу же получили более 300 тысяч украинцев. Тогда разгорелся настоящий дипломатический скандал. Украина объявила персоной нон-грата консула Венгрии в городе Брегово Закарпатской области и предписала ему покинуть территорию страны в течение 72 часов. Причиной послужила информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины прямо на территории венгерского консульства. Клянусь, что признаю Венгрию своей родиной. Буду достойным гражданином служить ей и защищать ее. Да поможет мне Бог. Как минимум 12% жителей Закарпатья составляют этнические венгры. Но и многие местные украинцы давно не против выйти из-под управления Киева. Еще в 1991 году, когда Украина вышла из состава СССР, в Закарпатье прошел референдум, на котором 78% голосовавших высказались за автономию. Но Киев привычно отказывает им в праве на самоопределение и на этническую идентичность. В последние годы при молчаливом согласии властей на них была открыта настоящая охота. Мы знаем и кожного. Мы знаем каждого, кто получил венгерский паспорт или получает гранты от Мадьяр. Помните, мы придем к вам, мы повсюду. Мы знаем, где вы живете, где работаете и где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и мечтами об автономии. Иначе мы придем за вами и вашими детьми. На официальном уровне Украина сначала открещивалась от проблемы, называя ее фейком и вымыслом внешних врагов. Но на этой неделе председатель СНБО Данилов открыто обвинил Венгрию в притязаниях на украинские территории. Не все страны придерживаются демократических принципов. Например, Венгрия не только открыто поддерживает Российскую Федерацию. У них была информация о том, что Россия собирается напасть на Украину. И они посчитали, что в таком случае они смогут забрать обратно часть своей территории. Но не дожидаясь территориального развала, сами власти Украины уже начали распродавать свою страну. Преподнося это как огромную победу, Киев подписал соглашение о беспошлой торговле с Великобританией. То есть фактически заявил о вывозе украинских ресурсов в Европу. Теперь украинские товаропроизводители смогут экспортировать больше продукции на британский рынок. Речь идет в первую очередь о муке, зерне, молочной продукции, мясе, птице и полуфабрикатах, томатной пасте, меде, кукурузе, пшенице, соках, грибах, сахаре и птицах. Сразу же за Британией, по старой традиции, помочь Украине избавиться от излишков продовольствия вызвалась Германия. Как уже было в 1918 году при Кайзере и во время нацистской оккупации с 1941 по 1944 год. Правительство Германии вместе с концерном Deutsche Bahn разработало план по запуску зернового моста, железнодорожного пути для экспорта продукции из Украины. Истинную цель этого проекта официальные лица Германии даже не скрывают. С помощью Киева они планируют пополнить собственные запасы. Как сотрудник железнодорожного транспорта я поддерживаю возможность отправки 20 миллионов тонн зерна, необходимых для того, чтобы предотвратить мировую катастрофу и голод. Речь идет о 20 тысячах поездов, которые будут перевозить зерновые из Украины в другие страны. Чехия, Словакия, Румыния и Прибалтика поспешили заявить о готовности присоединиться к зерновому мосту. Коллективный Запад антироссийскими санкциями загнал себя на самую грань продовольственного кризиса. И теперь выход найден. В обмен на продовольствие Запад продолжает накачивать Украину оружием. Ему нельзя допустить, чтобы конфликт закончился раньше, чем поток украинских ресурсов. В Министерстве обороны России обратили внимание на то, что все это происходит на фоне гуманитарной катастрофы, которую допустил Киев. Украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом зерна, кукурузы, масличных культур и сельскохозяйственных животных. Обратным маршрутом на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы. Все это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании. А это значит, что к осени гуманитарная ситуация может стать еще хуже. Киев это понимает, но сознательно усугубляет положение. Распродажа страны по частям ни для кого не секрет. Для того, чтобы в его режим ушел бесперебойный поток оружия, вооружения, техники, всевозможного снаряжения, он готов обречь собственную страну на голод. Это даже выше, чем коллаборационизм и компрадорство. Это просто продажа с молотка собственной страны. И в этой ситуации не стоит удивляться ни желанию отдельных частей страны выйти из-под контроля коррумпированного правительства, ни амбициям стран, желающих забрать эти территории под свой контроль. В 2019 году президент, а тогда еще комик Зеленский, смеялся над этой ситуацией. Но теперь эта сцена с участием Зеленского выглядит не комедией, а пророчеством. Это что? А, вы же не в курсе. Василий Петрович, это наша с вами Родина. 28 великих, могучих, независимых государств. Субтитры создавал DimaTorzok